Мне совершенно не важно, сколько меня. Я могу поправиться на 5 килограмм, я могу похудеть на 6. Это всё ерунда. Эта война ведётся самыми изощрёнными способами. Специальные слабительные препараты пьют для того, чтобы спускать воду из организма вообще всё, что скушать. Необходимость кушать пропадает. Вот просто пропадает. Приходишь домой в 11-12 часа, открываешь холодильник и кушаешь. Специально для зрителей Первого канала развенчиваю миф, что балерины сидят на диете. На чьей стороне сейчас перевес сил? Уже очень давно, как не сталкивалась вообще в своём модельном тоже бизнесе с девушками, которые действительно анорексички. Вот таких, как я, в метро, на улице, на всей планете, 90% населения. Толстушки против худышев. Кто же всё-таки победит, а кто проиграет в этой войне? Екатерина Жаркова. Модель популярной сегодня категории «плюс сайз», то есть «размер плюс», то есть «полная». Вся Россия считает меня жирной скотиной. Я специально, кстати, приехала, чтобы вы посмотрели на меня, какая я огромная, красивая, уверенная в себе женщина. Вот. Мария Гарнушечкина. Известная классическая модель. Большой опыт работы на мировых подиумах и фотосессии в глянце. Шить удобно, показывать удобно, презентовать одежду удобно, на худой фигуре. На ткани мало, да. Кать, ты похудела. Нет, нет, нет. Собралась и тушь. 115. Ну, 115 уже баловат. Я бы хотела сделать процедуру на протягивание кожи, чтобы она была в тонусе, придание ей свежести, блеска и, естественно, на небольшое похудение. Доктор Мастю лучше. Я должна быть стройная. С 14 лет в школе меня называли локомотивом. Я всегда была такая, какая я есть. Не, меня в основном там жирафом, циркулем, газелью, еще как-то там. Первая же фотосессия Жарковой произвела скандал в мировом модельном бизнесе. Вообще не люблю, когда снимаются голыми. Ну, зачем? Особенно беременные там голые, знаете, снимаются. Или просто голые, вот нахрена? Простите, что обнаженная, но по-другому бы не обращали на меня внимания. У меня одетых фотографий за 16 лет больше, чем раздетых. Идею эпатажной фотосессии Катя Жаркова вынашивала долгих 16 лет. Но реализовать ее смогла только в США. Там иное отношение к полным моделям. Недоброжелатели уверены, это всего лишь пиар. Жаркова говорит, ничего подобного. Это ее личная война с глянцевыми стандартами красоты. Это новая штука? Да, новая. А я могу на голое тело? Ну, конечно, ты все можешь. Потому что на кастинге приходят 14-летние, 15-летние, 16-летние девочки. Логично. Они хотят стать моделями. И их не берут, потому что в шоу взять всех нельзя. Это всего 10 человек, ну там 15 человек. И что они делают? Меня не взяли на шоу. Почему? Я, наверное, толстая. Потому что все вокруг говорят, что модель должна быть очень худой. У нас в России вообще нет анорексичных моделей. Вообще, в принципе. В основном, кто работает в России, девчонки, они достаточно расслаблены. Карьеру здесь не сделаешь. Честно. Поэтому зачем так сильно себя терзать? Есть такие девочки, еще и специальные слабительные препараты пьют для того, чтобы спускать воду из организма и вообще все, что скушали. Но в итоге это приводит к очень плачевным ситуациям. Мы, например, на модельную квартиру как-то даже вызывали скорую. У нас девочка, да. Начались у меня судороги от обезвоживания, там, с прикусыванием языка и всего остального во сне. Поэтому это вообще не шутка. Это очень серьезная вещь. Я таким не занимаюсь. Я себя люблю. Вот так. Народный рецепт похудения без таблеток. Кефир с корицей. Обезжиренный кефир 250 мл. Молотый красный перец на кончике ножа. Имбирь и корица пол чайной ложки. Перемешать, принимать перед сном. Я завтракаю просенько, либо творогом, такой, ну, зернистый творог, обычный творог с молоком, либо, если на скорую руку, там, какой-нибудь питьевой йогурт. Можно закажу в номер? Йогурт, кофе, шоколадка с кофе, не вопрос. Скажите, есть ли у вас овсяная каша? Дайте мне, пожалуйста, овсяную кашу. Йогурт. Натуральный, без всего, если нет. Я люблю картошечку, жаренную в собственном исполнении, с чесночком. И сверху, если так, знаете, мелко порубленный укроп посыпать, вообще, а таз. Могу пожарить с лисичкой на картошечку и поесть, совершенно нормально. Не запарюсь по этому поводу. Меню одинаковое. Только одна, Катя, ест так всю жизнь и никогда не вела подсчёт калориям. Другая, Маша, годами сидела на строгой диете и только недавно стала позволять себе гастрономические вольности. Может, именно поэтому? И вот она, как раз человеку, всемлённый, обиженным жизнью, да, и окружающими её людьми, пытается доказать всем, что она красивая. А-а-а! Люди, вы сошли с ума! Я всё равно у вас толстая. Я так понимаю, Жаркова позиционирует себя как идеал. А с чего она взяла, что она идеал? Она единственная, кто так считает. И ещё небольшая группа людей. Вот таких, как я, в метро, на улице, на всей планете 90% населения. Таких, как Жаркова, 50-го, 52-го размера, действительно большинство. Не 90, но 50% точно. 40% людей носят одежду до 48-го размера. Остальные 10% не влезают и в 60-й. То есть страдают ожирением. Хотя точной мировой статистики нет, но я думаю, что у нас мы близки к среднему уровню. В Америке, соответственно, процент людей, страдающих ожирением, выше, чем у нас. В Китае ниже. Модельный бизнес – удел исключительно вешалок. Даже пресловутые 90-60-90 для подиума это слишком много. 90-60-90, хотя это старый эталон, потому что все модели, которые мы на кастинг зовём, обычно здесь 44, и бёдра у них тоже 44-го размера. А 90-й бюст – это всё-таки уже где-то ближе к 46-му. Все модельеры всегда примеряют только на худышек, потому что на худышках всё смотрится очень хорошо, как на вешалках. Я звонила до моды Юдошкина 8 лет назад и говорила, пожалуйста, посмотрите на мою фотографию, я как дирековала, бандель-толстушка. Мне в трубку засмеялась женщина, которая со мной разговаривала. Но он действительно берёт очень худых. Если тебе больше 89-90, то ты не прокатываешь. Но на Западе последние 5-6 лет принцип «чем худее, тем красивее» уже не работает. Последний модный тренд – модели с формами. А раз в тренде, значит и спрос выше, и гонорары толще. Но наши героини готовы поспорить за место под солнцем, вернее, под софитами. И даже побороться? Сколько она зарабатывает в месяц? И зарабатывает вообще, я не понимаю. Скажите мне, сколько она зарабатывает? Она говорила об этом? За последние 2 года я наработала в модельном бизнесе гораздо больше, чем многие мои знакомые подружки, которые работают в бизнесе как стандартные модели. С природой, конечно, не поспоришь, но всё-таки, как соблюсти баланс между весом и телом? И каким он должен быть? Спросим у профессионала. Скорее мы снимем для журнала женщину чуть более пышных форм, чем нечто мальчикоподобное, полностью лишённое половых признаков. С нашей точки зрения у женщины должна быть и грудь, и попа, и, так сказать, талийно-бёдерный коэффициент. Этот коэффициент измеряется просто. Окружность талии в сантиметрах нужно разделить на окружность бёдер. Если цифра будет выше 0,8, вам пора задуматься о похудании. Ниже 0,6 – наоборот, стоит немного поправиться. Очень многие наконец-то поняли, что худая женщина не значит красивая. Всё-таки женщина по своей природе должна обладать формами. Народный рецепт. Как похудеть, не отказываясь при этом от сладкого. Варенье из тыквы. Тыква – 3 килограмма. Апельсин – 2 штуки. Лимон – 1 штука. Сахар – по вкусу. Всё смешать, довести до кипения, остудить. Употреблять вместо десерта. Употреблять вместо десерта. Скорее об投稿.